МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Утилизационный сбор в Казахстане снижен наполовину. Как это отразится на стоимости авто в стране, подробнее расскажет. Татьяна Калюжная. До 1 сентября 2023 года казахстанцы должны поставить на учет своих домашних питомцев. Тем, кто этого не сделает, грозит штраф в размере 10 МРП. Сколько стоит чипирование, как оно влияет на здоровье питомца, в материале Яны Галла. Предотвратили гибель рыбы. В двух водоемах Кустанайской области, куда осенью запустили 40 тысяч сигалеток карпа, провели процедуру аэрации. Другими словами, пустили под лед кислород. Снисятся ли цены на импортные авто в Казахстане в связи с уменьшением ставок утилизационного сбора? Точного ответа на этот вопрос пока никто не дает. Как отмечают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, все будет зависеть от решения самих дилеров, которые, по словам вице-министра, либо снизят, либо все оставят на прежнем уровне, а маржу заберут себе. Татьяна Корюжна расскажет подробнее. В Казахстане снизили ставки утилизационного платежа наполовину, но при этом было принято решение об обнулении утилизбора на кабельно-проводниковую продукцию, на рекреационную технику – это квадроциклы, снегоходы и болотоходы, поскольку их у нас не производят. По словам чиновников, утилизбор в настоящее время является инструментом защиты внутреннего рынка, который используется и в других странах. Механизм уплаты этих денег для отечественных производителей пока останется прежним. Напомню, что уплаченные деньги за утилизбор они получают обратно. Но при этом новые автомобили, комбайны и тракторы, производимые в Казахстане, продаются без утилизбора в цене. Производители Российской Федерации пользуются аналогичным механизмом. В Российской Федерации аналогичным механизмом. Еще больше пользуются господдержки. Она в чем выражается? Первое. Если в случае Казахстана сначала производитель отечественный платит, потом свои же деньги, повторяемся, свои же деньги обратно получает, в Российской Федерации не платит, свои деньги обратно не возвращает. Он вообще не платит. Методом зачета это и называется. Просто бумагу показывают, вот мы произвели. Вы нам засчитайте, что мы заплатили утилизбора. Возможно, подобный метод зачета появится и в Казахстане, отметил вице-министр. Когда именно новые ставки начнут действовать, чиновники не озвучили, потому как все документы должны пройти утвердительные процедуры. Пока же срок определен в середине апреля и начало мая. Журналисты интересуются, скажется ли снижение утилизбора на стоимости авто для населения на завозную страну техники. На отечественный автомобиль он никак не повлияет, поскольку, как уже было сказано, стоимость отечественного автомобиля, стоимость утилизационного сбора не сидит. Другой вопрос. На импортную технику, вот еще раз попросим средств массовой информации, пожалуйста, проверьте, импортная техника сейчас сколько стоит, импортная машина, и будут ли они снижать на такую же сумму, после того, как мы утилизбор снизим. Для населения, для народа снизят, или же просто вон ту маржу, которую от утилизбора сэкономили, просто себе оставят тилеры. Этот вопрос тоже, на наш взгляд, дополнительный вопрос, который подлежит общественному мониторингу. Помимо этого, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития озвучил максимальную сумму займа по новой программе льготного автокредитования в Казахстане, которая также запускается в стране в ближайшее время. Это 10 миллионов тенге. А если машина дороже, то эту сумму казахстанец доплачивает уже самостоятельно. Льготный автокредит под 4% без правоначального взноса на очень дорогие автомобили, такие как «Хундай», подчеркнул чиновник, не предоставляется. На новую программу льготного автокредитования будет выделено 100 миллиардов тенге. Дера Хмечин и Татьяна Калюшная, РТН. К другим темам. Кустанайская область в списке аутсайдеров среди регионов по жалобам населения на работу объектов общественного питания. Кустанайцев не устраивает сервис и просроченные продукты питания в кафе и ресторанах. Бизнесмены проблемы не исключают и отмечают, что они напрямую связаны с отсутствием квалифицированных кадров в общепите. Мои коллеги продолжат тему. Департамент по защите прав потребителей Кустанайской области на совещании в Палате предпринимателей озвучил данные, которые стали неожиданными для всех присутствующих. Социальный опрос населения страны показал, что люди чаще всего жалуются на сферу общепита. Среди нарушений – плохое обслуживание, несоблюдение сроков годности продуктов и непредоставление фискального чека. Что касается конкретно сферы общественного питания, здесь тоже есть такой, проведенный нашим комитетом по защите прав потребителей, результата социологических исследований, которые проводятся во всех регионах Республики Казахстан. По результатам этого проведенного социологического исследования за прошлый год, ситуация в нашей области, можно сказать, один из худших. Среди 17 регионов наихудшие показатели – город Алмата, город Нур-Султан и Кустанайской области, где потребители чаще всего жалуются именно на сферу общественного питания. Как отмечают кустанайские представители общественного питания, пандемия серьезно ударила по их сфере. И если раньше вопрос с кадрами рестораторам удавалось решать, то сегодня ситуация очень напряженная. Пандемический момент. Просто на нет опустил планку сервиса. Что происходит? На сегодняшний день в ресторанах, как в прежние времена, уже нет этого, на сегодняшний день в ресторанах аварами работают специалистами домохозяйки. Вообще нет специалистов, обученных профильных. Официантами работают студенты непрофильных вузов, которые вообще не имеют никакого отношения и желания закрепиться потом на этой территории. И получается, что студенты непрофильных вузов подрабатывают, потом они заканчивают учебу, уходят. И рестораторы в осенний период остаются ни с чем. По официальным данным, в регионе специалистов для общепита готовят в 13 колледжах. Но проблема в том, что лишь малая доля выпускников идет работать по специальности, выбирая более оплачиваемые профессии. Кустанайские рестораторы предлагают как выход из положения создать на базе палаты предпринимателей Кустанайской области центр переобучения, где по заявке бизнесменов будут проходить переобучения уже работающие или начинающие сотрудники общепита. Виктор Ваташко, Наталья Луговская, Татьяна Калюжная, РТН. Взыскивать элементы с привязкой к прожиточному минимуму. С инициативой изменить систему выплат элементов выступил председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Ернар Ибраев. Сейчас в Казахстане практически во всех случаях размер выплат по элементным обязательствам определяют по зарплате. Несовершенные считают существующую систему выплат и кустанайские судебники. Определенный в твердой денежной сумме размер элементов еще на этапе суда, на их взгляд, мог бы стать решением проблемы. Подробнее расскажут мои коллеги. Дела по элементным должникам всегда расценивались судебными исполнителями как самые проблемные. Зачастую нерадивые папы и мамы не торопятся исполнять решения суда и не хотят в материальном плане поддерживать своих детей. По итогам 2021 года в производстве только кустанайских частных судебных исполнителей находилось почти 16 тысяч дел. Конечно, процентов 30-40 этих дел они добровольно исполняются. Там либо по месту работы удерживаются, либо они самостоятельно оплачивают, работают в ИП, где-то скрывают свои доходы и так далее. Это вот часть дел, которая все-таки исполняется. Но есть у нас, к сожалению, часть дел, в которых вот что бы ты ни делал, оно все равно исполняться не будет. Это не платежеспособность должника, а моральный образ жизни, распитие спиртных напитков. К слову, если алименчик безработный, размер суммы ему высчитывают, исходя из средней заработной платы по республике. В целом же по Казахстану практически во всех случаях алименты рассчитывают, исходя из зарплаты должника. Теперь же систему выплат алиментов республиканские судебники предложили изменить и рассмотреть вопрос взыскания алиментов с установлением минимального порога размера с привязкой к прожиточному минимуму, по примеру, международного опыта. Кустанайские судебники предлагают свой вариант, но уже без привязки к МРП. Если бы у нас, допустим, была такая договоренность, или в судебном порядке твердой денежной сумме взыскивали, было бы легче. То есть и судебному исполнению считать. Почему? Потому что у нас очень часто обжалуются постановление судебных исполнителей определение задолженности. Суд тоже голову ломает. За 2021 год, по данным, озвученным мне Сибири Басеновой, порядка 300 человек были привлечены к административной ответственности за невыплату алиментов. Часть из них была оштрафована, часть была арестована сроком на 5 суток. Валерий Тойщев, Виктор Ваташко, Яна Гала, РТМ. Более 800 нарушений правил дорожного движения уже совершено с начала года в Кустанайской области неизвестными водителями. Установить их личности полицейским тяжело, поскольку у них отсутствует страховка. Для выявления злостных нарушителей и взымания с них штрафов, которых накопилось на полтора десятка миллионов тенге, полиция проводит спецоперации на дорогах региона. В течение четырех дней полицейские усиленно высматривают на дорогах кустанайской области автомобили, номера которых уже вбиты в специальную базу. Ими управляют люди, которые допустили нарушения, и они были автоматически зафиксированы камерами дорожного наблюдения. Однако отправить некоторым нарушителям уведомления о наложенных на них штрафах невозможно, так как они не оформили страховку. Проводится оперативно-профилактическое мероприятие страховой полис. Сотрудники полиции проводят рейды по установлению водителей, управляющих транспортными средствами без страхового полиса. В этом мероприятии задействованы и частные судебные исполнители. Только за два дня за отсутствие документа к ответственности привлечено более 70 водителей, 27 машин выдворено на специализированную стоянку с шести снятых госномерам. 41 водитель после остановки заключил договор об автостраховании. Но полицейским необходимо продолжать поиски нарушителей и дальше. С начала года на территории Кустановской области зафиксировано 841 неустановленных правонарушителей, которые имеют штрафы на 16 миллионов тенге. Все эти правонарушители, госномера этих транспортных средств забиты в автораган. Полицейские отмечают, что благодаря автофиксации нарушений и розыску людей, их совершивших, уменьшилось количество водителей, на которых числится не один десяток штрафов на сотни тысяч тенге. Напомним, что за нарушение законодательства республики об обязательном страховании штраф будет равен 10 МРП. Хамзан Урпийсов, Наталья Луговская, РТН. ДТП произошло в Кустанайской области в сложных погодных условиях. Погиб водитель легкового автомобиля, который врезался в большегрузную фуру и сам принял удар еще одной машины. Подробнее об этом, а также о помощи полицейского водителю, слетевшего в сугроб автомобиля и о задержании партии синтетических наркотиков. В нашей рубрике «Коротко». Человек погиб на трассе в результате ДТП. Автокатастрофа произошла вечером 24 февраля на 233-м километре автодороги Крабута-Кустанай в 5 километрах от села Бестебек и Мастинского района. 44-летний водитель, управляемый автомашиной «ДАФ» направлялся в сторону Кустаная. В ходе движения большой груз занесло, машина перекрыла дорогу. В это время 62-летний водитель, который управлял автомашиной «ГАЗ», не заметив фуру, совершил столкновение с ней. А уже в него врезался другой автомобиль «УАЗа Пикап» под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП 62-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался в Каместинской центральной районной больнице. Начато досудебное расследование по статье нарушения правил дорожного движения повлек шеплений осторожности смерть человека. С начала года в области зарегистрировано 29 ДТП, в которых 34 человека получили ранения и 9 погибли. Участковой инспектор помог водителю, машина которого съехала в Кювет в Кустанайской области. Двое жителей Федоровского района заехали в сугрупп на обочине проселочной дороги. Самостоятельно справиться с ситуацией не смогли и простояли в поле больше часа. Во время объезда территории их заметил участковый инспектор Нулан Карамесов. Сотрудник полиции помог очистить автомобиль от снега, а затем вытащил из Кювета. Для этих целей в машине участковой есть трос и лопата. А вот в застрявшей машине ничего для таких случаев не было. Участковый, кстати, этой зимой неоднократно помогал людям, оказавшимся в снежном плену. Полиция рекомендует водителям во время постоянной смены погодных условий быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила безопасности. Более 20 свертков синтетики изъяли полицейские в Рудном. На одной из улиц задержан 20-летний горожанин. При нем полицейские обнаружили 24 полипропиленовых свертка, в каждом из которых находился неизвестный порошок. Согласно результатам тщательной и продолжительной экспертизы, изъятое вещество – это синтетический наркотик. По данному факту, начитое судебное расследование, предусмотренное статьей «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере». С начала года сотрудниками полиции Кустанской области выявлено 71 преступление и правонарушение, связанное с наркотиками. Общий вес изъятых наркотиков составил уже более 4 килограммов. К другим темам. Чипировать домашних питомцев обязаны все казахстанцы до 1 сентября 2023 года. Тем, кто этого не сделает, грозит штраф в размере 10 МРП. Однако пока, отмечают кустанайские ветеринары, владельцы животных не спешат пройти эту процедуру. Для чего нужно чипирование, как оно отражается на здоровье животного и сколько стоит установка чипа, выясняла Яна Гала. К началу осени следующего года все владельцы домашних питомцев будут обязаны их чипировать. Согласно новому закону об ответственном обращении с животными, который вступит в силу 2 марта, за отказ от постановки таким образом на учет, человеку грозит штраф до 10 МРП. Вообще, услуга чипирования представляется достаточно давно. То есть, по сути, это не новинка, в том числе и для кустанайцев. Просто до сего момента был определенный круг лиц, владельцев животных, которые напрямую были заинтересованы в чипизации животных, по ряду других причин, нежели законодательных. То есть, это выставки, международные в том числе, либо международные поездки. Многие заводчики, которые продают своих питомцев за рубеж, они также чипируют своих питомцев. Сама процедура не отнимает много времени, да и по цене не ударит по карману владельцев. Цена чипирования – около 5000 тенге. И, как уверяют врачи, вреда для здоровью питомца, как и дискомфорта, она не несет. Врач сначала делает полный осмотр животного, проводит термометрию, а затем он проверяет чип, проверяет документы, номер на самом чипе. И, то есть, цифры, которые у нас на чипе представлены, с тем, что у нас высвечивается на экране идентификатора. Затем чип вводится под кожу животному, также еще раз сканируется само животное, то есть проверяет, все ли прошло хорошо вся процедура, и затем уже вносится в базу данных, в паспорт. Однако, как поясняют врачи, чип – это не GPS-датчик. Данных по геолокации он не дает. То есть найти, к примеру, потерявшееся животное с его помощью будет невозможно. Чтобы проверить, чипировано или нет, собака или кошка, необходимо присутствие животного. Нет в Казахстане и единой базы данных, которые пользовались бы все ветврачи. А опять же, для того, чтобы проверить, есть чип или нет, нужно знать, в какую именно базу внесли данные. На самом деле, как закон будет осуществляться в практическом плане, мне это неизвестно. Нам никаких рекомендаций с контролирующих органов еще не поступало. Как будет происходить вот именно установление питомца, то есть установление людей, которые нарушают этот порядок регистрации, мне пока неизвестно. Должны ли наши клиники уведомлять интересующие органы о том, что животное не чипированное приходит на прием, таких рекомендаций нам не дано. По мнению Максима Подерина, чипирование – процесс необходимый. Это позволит вести учет животных. Однако пока он вызывает больше вопросов, нежели ответов. Диарах Мечин, Яна Галла, РТН. В двух водоемах Кустанайской области провели аэрацию. Проще говоря, под лед запустили воздух, тем самым предотвратили возможную гибель рыбы. Инициатором такой экологической акции стали Комаровское горное предприятие и Варваренское. Напомним, в прошлом году горники запустили в Шортандинское и Сергеевское водохранилища 40 тысяч мальков. Поэтому сейчас стараются, чтобы их труды не прошли зря и не произошло замора рыбы. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. В морозную зиму под толстым слоем снега и льда в водоемах нередко рыба начинает погибать. Из-за недостатка кислорода. Чтобы избежать подобного исхода, горники провели экологическую акцию. Данная идея зародилась-то давно еще. У нас северный регион, и все знают, что промерзает лед очень сильно. Ну и, соответственно, бывает и заморы. Хотелось бы, чтобы помочь как-то нашей природе, рыбе. Ну вот решили предложить такую идею. Наши экологи нас поддержали. Наше руководство пошло навстречу. Ну и вот проводим такую акцию. В этой акции принимали участие сотрудники Комаровского горного предприятия и Варваренского, а также работники филиала Тургайской межобластной инспекции рыбного хозяйства. Мы сделали лунки, в них ставились напыка мыша. Также с использованием компрессора были проведены работы по обогащению водоема кислородом. Напомним, в прошлом году горники запустили в Шартандинское и Сергеевские водохранилища в Кустанайской области 40 тысяч мальков. Поэтому сейчас стараются, чтобы их труды не прошли зря. И рыба не погибла. Пробуриваются лунки ледобуром и подается воздух через компрессор. Воздух подается через трубу в лунке и непосредственно поступает воздух в водоем. Компания «Полиметалл» различные экологические акции среди сотрудников проводит ежегодно. А вот аэрация водоема для них в новинку. Я думаю, это мероприятие войдет у нас в систему. И каждый год в конце зимы мы будем, скорее всего, проводить данное мероприятие. Это мероприятие не трудозатратное. Практически без выделения дополнительного финансирования проводится собственными силами за счет наших работников. Не секрет, что февраль – самый суровый зимний месяц. Казалось бы, на пороге уже весна. Но толщина льда на реке Аят, особенно на мелководье, где проводилась аэрация более одного метра. Лед огромной толщины. Кислорода подо льдом практически нет. Дышать рыбе трудно. Мы сегодня, можно сказать, на реке Аят делаем искусственное дыхание. Насыщение кислородом провели на Шартандинском водохранилище и реке Аят. Горники в буквальном смысле дали второе дыхание водным обитателям. Альяда Смагомбетова при содействии телекомпании «Акцент». Здравствуйте. В эфире новости спорта. В студии РТН Алмаз Байдрахман. В Кусанайе прошел традиционный чемпионат области по паролыжным гонкам. Несмотря на то, что из-за пандемии и непогоды пришло меньше спортсменов, чем обычно, среди участников есть призеры международных турниров. Чемпионат области по паролыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения прошел на лыжной базе. На гонке много тех, кто не желает, впадает в уныние. 20 наших земляков показали серьезную борьбу и выдали достойный результат. Многие из них пришли в спорт, чтобы укреплять здоровье и поднимать настроение, а дошли до международных турниров. Раньше было больше. Сейчас из-за пандемии она внесла свои изменения чуть-чуть меньше. Есть призеры республиканских турниров и чемпионы, и мастера спорта. Также есть участники международных турниров, призеры Кубка Азии, участники Кубков мира. По словам организаторов, такие турниры порождают массовость, а из массовости выходят чемпионы. Например, ежегодным участником данного чемпионата был Юрий Березин. Лыжник из села Исарани, имея спортивного прошлого, за пять лет успел выполнить разряд кандидата в мастера спорта и завоевать место в национальной сборной. Теперь наш земляк будет участвовать на паралимпийских играх, которые начнутся в Пекине 4 марта. Помимо Березина, есть еще несколько представителей Кустанайской области, которые удачно выступают на республиканском уровне. Перспективы спортсмена есть. Сейчас у нас появились новые спортсмены. Это Аблехандус Мурзин. Он у нас спортсмен, выступает сидя на бобе. Также есть Алимов Нурлан, который уже мог бы попасть на эти олимпийские игры, но в связи с тем, что у него здоровье подвело, он не смог участвовать. Сейчас он лечится. Всего в регионе развивают 12 видов спорта для людей с ограниченными возможностями. 10 из них – паралимпийские. Еще два – шахматы для спортсменов с нарушением зрения и танцы спортсменов-колясочников. В спортивном клубе инвалидов ждут новичков, готовые поставить на лыжи каждого, кто этого захочет. В Кустанай проходит республиканский чемпионат по кикбоксингу среди молодежи, посвященный памяти мастеров спорта по боксу и кикбоксингу Марата Бегижанова и Аслхана Бусурманова. В разные годы на этом турнире пробовали свои силы многие известные спортсмены. На этот раз на ринге встретились около 300 спортсменов со всей страны. В чемпионате республики по кикбоксингу принимают участие юноши 2008-2009 годов рождения. Для многих из мальчишек это первые соревнования подобного масштаба. Среди юных спортсменов есть обладатели первого разряда и кандидаты в мастера спорта. Также на турнире присутствует тренерский штаб сборной страны по кикбоксингу. Они пристально следят за каждым боем, ведь лучшие спортсмены в скором времени попадут в главную команду страны. Неплохо. Есть достойные ребята, есть хорошие материалы, которые в будущем могут показать себя в юношеской сборной, молодежной или, конечно, это самый престижный показатель среди взрослых. И хочу отметить, что на этих соревнованиях многие спортсмены Казахстана становились чемпионами, впоследствии становились обладателями Кубка мира, чемпионами Азии и мира. Данный турнир продлится до 27 февраля. Конкуренция большая, но только те, кому удалось подняться на педестал, получат возможность защищать честь республики. Как известно, турнир памяти Бегижанова 24 года назад основал в Костанае Асылхан Бусурманов. 19 лет назад ушел из жизни и он. Его дело сейчас продолжают родственники, друзья и воспитанники. Проходит очень зрелищно, организованно, хороший зал, хорошая организация. Этот турнир, он уже много лет, уже более 20 лет проходит, 24 год подряд. Сегодня вот у нас начало года проходит по юношам. А вообще эти соревнования проходят по всем возрастным группам. Здесь и проходили и чемпионаты среди взрослых, чемпионаты по кадетам. Кикбоксинг в прошлом году на виду с самбо и тайским боксом, наконец, принят в Олимпийскую семью. Об этом и когда-то мечтали основоположники кикбоксинга в Костанае, Мурат Бегижанов и Асылхан Бусурманов. С вами были новости спорта. Живите спортом, любите спорт. До следующей встречи.